Лесо родилась ёлочка! Лесо она росла! Зимой и ледом стройная зелёная была! Всем привет! Меня зовут Лилия Бойко. И в этом видео я с вами поделюсь своими инсайтами тем, что я поняла, что мне больше всего понравилось. Сы тренинга «Открой рот» Александра Олешко. Это тренинг публичных выступлений. Интенсив. Два полных дня мы занимались на вот этих выходных. И это просто шикарный тренинг. С Александром мы, кстати, познакомились на одном бизнес-нетворкинге. Мы там вместе были спикерами. Я рассказывала об продвижении Винстаграма. Он нам презентовал свой другой тренинг «Антивыгорание». И он это делал в такой форме, настолько виртуозно просто чувствовал себя на сцене, что он сразу притягивал. Я к нему потом подошла и узнала, как научиться выступать так, как он. И оказалось, что у него есть ещё и тренинг «Открой рот». Как раз о... Это, знаете, не только тренинг публичных выступлений, вот прям ораторского искусства. Это даже в большей мере о повышении самооценки, уверенности в себе. Потому что это, знаете, как база для оратора. Если ты сам в себе не уверен, то ты не сможешь в чём-либо убедить аудиторию и вообще нормально выступить. Вот. Так что, кстати, тренинг этот есть и офлайн, и онлайн. Вот я проходила офлайн и хочу ещё записаться и на онлайн-формат, чтобы возобновить знания и больше практиковать их. Так вот, что там было? Ну, во-первых, есть, конечно, техники оратора, которые мы прошли. Три базовых и три таких дополнительных. То есть это то, какой должен быть успешный спикер. Из базовых это, во-первых, смотреть в глаза, громко говорить, да, то есть громкость имеет значение. И жестикуляция, походка по сцене, то есть, ну, чтобы свободно себя чувствовать. Есть, кстати, ещё такая фишка, что зритель должен напрягать мышцы глаз больше, чем в обычной жизни. То есть вы должны как-то перемещаться по сцене, какие-то презентации, что-то такое более яркое делать для того, чтобы концентрировать внимание на себе. Ну и есть такие дополнительные уже штуки. Это цель, структура и темпоритм выступления. То есть здесь уже более продвинутый уровень, когда вы там то медленнее, то быстрее говорите, знаете полностью, к чему вы идёте, да. То есть у вас в голове есть чёткие блоки, что, зачем. И при этом вы можете маневрировать, менять их местами, подстраиваться под аудиторию. То есть не то, что вы там заучил, вышел и сухо рассказал. Нет, вы просто держите какую-то логическую связку в голове, и даже если вас там собьют каким-то непонятным вопросом, то вы сможете вернуться, не нарушив вот эту общую структуру. Также, естественно, вот то, с чего я начинала, это уверенность в себе. Очень прикольный пример, который приводил тоже Александр. Например, допустим, парень заходит в вагон метро, и он видит, что там девочки напротив начинают шушукаться между собой. Неуверенный в себе, подумает, наверное, что я как-то не так выгляжу, там что-то не так, в общем, нужно куда-то быстрее спрятаться, потому что они, наверное, обговаривают меня с не лучшей стороны, да. А наоборот уверенный в себе, парень подумает, хм, только я зашел в вагон, и уже я им понравился. Вот они уже обсуждают, как бы там на меня посмотрели, загадрить и так далее, да. Одни и те же действия растолкованы по-разному, и то, как мы трактуем, их зависит только от нас, от нашей внутренней уверенности. А ещё одна штука, которая, я уверена, интересует всех, это харизма. Как её развить? Это врождённое понятие или характеристика, или всё-таки можно над ней работать? Естественно, все известные личности мега харизматичны, вот кого ни возьми, от них аж прёт вот эта энергия, и от них хочется ею питаться, и хочется за ними следовать и так далее. Так вот, Александр разбил харизму на пять частей, характеристик таких, сейчас я их назову. Первое – это стигмат. Это больше из области персонального бренда. Это какая-то особенность внешности, может быть, как аксессуар, так и врождённая особенность, которая выделяет тебя среди других, и по которой тебя запоминают. То есть нужно постоянно на люди выходить с вот этой вот фишкой своей. Ну, к примеру, Горбачёв – родимое пятно на голове. Чарли Чаплин – шляпа и трость. Из врождённых таких увечий, например, распространено такое в мире моделинга, где иногда модели абсолютно идут против всех стандартов, но при этом они становятся всемирно известными. Например, мне вот сразу пришла в голову, забыла её имя, но модель Далматинец. Наверняка вы видели. У неё редкостное заболевание Витилиго, которое нарушает пигментацию кожи. То есть она прям в пятна бело-чёрное, и именно это стала её фишкой, и из-за этого она стала очень известной. Если сразу не приходит в голову какая-то штука, которая вас отличает просто от всех внешне, то нужно её придумать. Вот, допустим, там Монатик, у него шапка. Ну, просто додуманный аксессуар, который добавил ему шарма, узнаваемости и так далее. Следующее состояние от избытка. Когда у человека настолько много какого-то ресурса, что он им может делиться, это могут быть деньги, как там у Трампа, например, или энергия, или свобода, как там Ричард Брэнсон. То есть вот что-то, какого-то ресурса у них в избытке, и это тоже притягивает и выделяет тебя среди других. Дальше одержимость. Одержимость своей миссией, целью. Цель эта, кстати, следующая. То есть иметь какую-то глобальную такую цель, которую ты транслируешь через все средства связи, там и в социальных сетях, и там на интервью, на выступлениях, ты везде проговариваешь её, и она уже откладывается на подкорке. Ну, например, там Опра Уинфри, да, она всегда борется за права женщин. Илон Маск — это всегда какие-то нереальные, мега-футуристические проекты, которые сначала даже вообще ни в какие шаблоны не влазят, но он всё равно это делает. И, ну, то есть, понимаете, да, какая-то должна быть цель, которая зажигает и тебя, и людей вокруг. И последнее — это секс. Обычно харизматичные люди довольно сексуальны. И здесь имеется в виду вот такая особенность, что либо у них вообще широкая зона приемлемости, то есть их особо ничем не удивишь, да, всё пробовали и так далее, либо это какая-то вообще такая дичь, которая, за которую могут даже посадить, это вот, ну, там ходят слухи, что у известных личностей там и свой гарем есть, или как вот в 51-й Капсерова была отдельная комната с разными сексуальными играми, и он тоже был миллионером, да, вот главный герой. Так что что-то в этом есть. Итак, пять характеристик, да, ещё раз. Стигмат, цель, одержимость, состояние от избытка и секс. Ещё было очень много всего на тренинге интересного. В частности, хочу отметить практические упражнения. Мы сняли за два дня, наверное, ну, больше 15 видео. Выступили перед, выступали постоянно перед аудиторией, то есть это очередование теоретических блоков с практичными, практическими. И больше всего мне понравились упражнения на выход зоны комфорта. Это когда нужно переступить через себя. Мне кажется, они больше всего развивают и вот, ну, реально классные. Если вы следите за мной в Инстаграм, кстати, вот подписывайтесь на мой Инстаграм, то я там в сториз показывала такие шок-контент. Кстати, ещё вот вспомнила очень классная штука об историях. Во время выступления классно вставлять какие-то истории из жизни или там просто разбавлять ими сухой материал какой-то. И так вот, история строится тоже по определённым принципам. И вот если в график сделать, то вот она идёт от высшей точки, когда всё у героя хорошо, потом опускается всё плохо-плохо-плохо, потом на самом дне он встречает какого-то наставника или что-то меняется, и потом идёт снова вверх. Там иногда ещё один такой виток, типа не совсем, а потом хэппи-энд в конце, и человек уже, проживая вот эти перипетии, он становится другой личностью. Он развивается и становится лучше, чем был до. И, кстати, ещё вот нам советовались посмотреть на YouTube ролик «Путь героя», где вот как раз описаны все элементы правильно составленной истории. И, кстати, вот у персональных, ну то есть у брендов, да, у людей брендов, у них всегда есть история. И не всегда она прям, ну так и была, как они рассказывают, да, где-то приукрашена, но опять же наша задача найти вот свои фишки и научиться их круто подавать. Ещё мы поговорили о разных аудиториях, то есть есть разные типы личностей, и в зависимости от этого они по-разному воспринимают материал, и к разным штукам могут придраться, и спикер должен уметь отвечать на неудобные вопросы, какие-то, ну допустим, а кто ты такой вообще, да, что ты тут выступаешь? И вот как так это провернуть, чтобы наоборот этот вопрос тебя даже поднял, да, при этом не опуская того, кто его задал. Так что я всем советую пройти этот тренинг, даже если вы не выступаете перед там публикой и большими аудиториями, в любом случае он помогает раскрепоститься, поднять самооценку, повысить уверенность в себе, и в принципе приучает вот не только выступать на сцене, но и снимать видео, как сейчас я тоже тренирую некоторые фишки, которые я запомнила во время тренинга. Допустим, что нельзя вот соединять руки, это вот было моим таким ошибкой раньше, но я, по-моему, вот, по-моему, я не соединяла во время этого видео. Так что я оставлю ссылочку под видео на этот тренинг, и, кстати, вот с 1 мая, каждое начало месяца стартует месячный онлайн-тренинг, он чуть дешевле в живого, то есть онлайн вы можете получить доступ с любой точки мира вообще. А живой тренинг ближайший будет 18-19 мая, я тоже оставлю ссылочку и на него, и, кстати, пройдя по ссылочкам моим, вы получите скидку на участие 10%, так что пользуйтесь ею, я вам реально от души советую, и делитесь потом впечатлениями, кто все-таки пойдет. С вами была я, Лилия Бойко, и до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok